Мы выходим на воду в любую погоду, не зависит, в ветерах, там снег идет или там дождь, это не важно. Паруса России опять ловили ветер на светлой жизни. Уже пятый год подряд эти соревнования всероссийского уровня проходят в том числе и на Орловской воде. В этот раз яхтсменов было две сотни в возрасте от 7 до 70 лет. Маша Громадчикова вместе с наградой самому маленькому участнику получила и бронзу за гонки яхт класса малыш. Да не, не тяжело. Ну, головой можно удариться. Билось? Ну, пять раз. А вот и абсолютный чемпион, причем в двух классах, 10-летний Ваня. Он занимается парусным спортом всего лишь год, но это не помешало ему оставить более старших соперников за бортом. Первый кубок вот этот, это за кадет. Я там занял первое место, а это за малыш. А все-таки как ты превзошел более опытных соперников, если ты всего лишь год занимаешься? В чем секрет, расскажи, твой кубок. А на малышах я занял первое место, потому что я там был более опытный и больше не их пока ходил. А в кадетах? Обходите. У меня был более опытный экипаж. Несмотря на высокие результаты, которые показывает Орловская федерация парусного спорта, у них до сих пор нет собственной материальной базы. Третий год подряд им помогает директор завода сечетое изделие Олег Судонин. Он сам занимается парусным спортом и наряду с остальными яхтсменами участвует в соревнованиях. Самое главное для детей – это соревнования. На них они показывают все, что они достигли. Поэтому, если не спонсировать эти соревнования, то, конечно, интерес будет гораздо меньше. А наша задача, чтобы интерес к спорту был выше, чтобы дети имели разнообразную возможность заниматься. Приложил руку к приобщению подрастающего поколения к воде и священнослужитель Знаменско-Хатынецкого округа отец Василий. Большая часть детей занимается под его протекторатом. Сегодня я окормляю сборы, уже трое год подряд. И участвую в ОНГА, в Снайпе, в том году, среди друзей федерации. Кубок завоевал даже. Скажите, а что заставило вас так переквалифицироваться? Я постоянно занимаюсь. У меня каждую неделю мероприятия приходят с детьми. Это в школах, это кубок, турнир по волейболу Знаменско-Хаблачине. На днях футбол прошел, в среди пяти школ. Есть такие города, как Липецк, Воронеж, где парусный спорт развивается уже много лет. Как Ярославль, там порядка пятидесят. Но у них нет соревнований всероссийского статуса. Мы своим, можно сказать, трудом, энтузиазмом доказали статусность этих соревнований. Организаторы решили еще и побаловать журналистов, проведя гонку среди СМИ. В стороне не остался и первый областной. Твоя задача – слушать рулевого внимательно, выполнять все, что он говорит. И если ты будешь быстро и грамотно все делать, самое главное – внимательно не отвлекаясь, тогда вы выиграете. Но слова нашего парусного гуру Михаила пророческими не оказались. Пьедестал почета буквально уплыл из-под ног нашего телеканала, да еще и принеся потери яхтсменам. В результате двух гонок не самый утешительный. Мы проиграли два заезда, причем девушкам. Но ничего страшного. Важно то, что мы порвали таксель. Ветер настолько сильный, что порвал настолько мощную парусину. На этом регата среды завершилась. Сегодня в День России паруса раскрылись уже на Михайловском водохранилище на границе Орловской и Курской областей. Дмитрий Пустовой, Эдуард Чернаускас, телеканал Первый областной.